Последние две недели в городе выдались особенно аварийными. Больше остальных в ДТП попадали дети. Сначала во дворе дома на 50 лет в ЛКСМ под колеса внедорожника угодила 8-летняя Аня. Имя вымышленное. Девочка стояла возле подъезда рядом с мамой. Буквально мгновение и ребенок уже на асфальте. Сразу был болевой шок и первые дни. Плакала, но все равно плакала, что в школу не пойдет. Мы хотим поблагодарить весь медицинский персонал, кто помогает нам. Первые дни было критическое состояние у ребенка. Было очень тяжело и нам, взрослым, кто ухаживает. Благодаря опытным действиям медиков и своевременно оказанной помощи Аня уже переведена с реанимации в обычную палату. Правда, находится на вытяжке и в больнице проведет не меньше месяца. Саму ДТП девочка вспоминает неохотно. Оно и понятно. Мало приятного. Как признается мама ребенка, пока ждали скорую, малышка все время вторила. А как же школа? С собой в палате у нее тетради. Каждый день повторяет пройденный материал и прописывает новые крючки и палочки. Я быстрее хотел перейти и получается я начал переходить, что-то все светлее, светлее начало становиться, потом все, я отключился. Напротив Аниной кровати лежит теперь ее новый друг, 9-летний Глеб. Он попал сюда позже, но с похожей историей. Мальчик шел со школы домой, навстречу ему двигалась мама. Правда, именно в этот день она не дала ему с собой телефон, о чем позже сильно пожалела. Пока Ирина на другой стороне проспекта переходила дорогу, ее сына сбила машина. Он пошел с девочками. Девочки, получается, перешли? Да, а он не добежал. Когда вы уже пришли туда на место? Он уже лежал. Сам Глеб аварию помнит смутно. Сразу после удара он потерял сознание. На несколько минут пришел в себя в скорой, потом проснулся уже в реанимации. Несмотря на возраст, мальчик держится храбро, не плачет, а наоборот улыбается и немного смущается перед камерой. Мол, одет по-больничному, не подойдет для эфира. На кровати Глеба сегодня лежит книга правил дорожного движения. Как рассказывает мама мальчика, о безопасности на дороге он знал. И дома всегда повторяли, и в школе учителя рассказывали. Что случилось в тот вечер, и почему он пошел на желтый сигнал светофора, непонятно. Главное, что ребенок-жеф и стремительно идет на поправку, а в будущем мечтает стать гонщиком. Правда, обещает сначала досконально изучить ПДД. Как и где правильно переходить дорогу, о чем говорят сигналы светофора и что значат жесты регулировщика. Об этом и не только. 18 октября во всех учебных заведениях города говорили учителя, сотрудники ГАИ и юные инспекторы движения. Все, чтобы еще раз напомнить маленьким гражданам об основных правилах безопасности. Проходи, зеленый свет. Правильно, молодец. Донести важную информацию самым юным участникам движения непросто, но как показывает практика, реально. Для этого во всех дошкольных учебных заведениях дворовые территории разукрашены под настоящие дороги, а в некоторых есть даже специальные кабинеты со знаками, светофорами и своим транспортом, где воспитатели в игровой форме рассказывают о безопасности. Позже сотрудники госавтоинспекции отправились в школы, где учатся наши герои Аня и Глеб, чтобы еще раз наглядно показать, как вести себя, переходя дорогу. Основная мысль такой акции – профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в связи с участившимися случаями наезда на несовершеннолетних. У кого-то проходит дополнительный урок в рамках «Единого дня безопасности», на которых ребята отвечают на вопросы, разгадывают ребусы, викторины, загадки. Маленьким подарком для детворы стала красочная постановка от скорой помощи. На их островке школьников учили оказывать первую помощь. И чем можно заменить в быту, например, лед или бинт, если таковых просто нет под рукой. Я научился то, что если кровотечение из носа, то надо голову не назад, а наоборот, вот так вот надо голову делать. Я упал, потерял сознание. У меня пошло кровотечение из носа и открытая рана черепа. У вас дети спасли? Да, меня спасли, как видите. И теперь мы как бы спасаем других детей. Я считаю, что эти мероприятия очень хорошо проводить для младших классов, так как это пригодится все же в жизни. Наравне с сотрудниками ГАИ о правилах говорили и показывали юные инспекторы дорожного движения. Они, как никто другой, знают жесты регулировщика и иногда даже помогают родителям. Я помогаю сотруднику ГАИ регулировать на нерегулированном пешеходном переходе. Каждый раз, когда папа что-то не знает, что-то забыл, я ему всегда подсказываю. Но о правилах ПДД в школах говорят не только в эти дни. Работа ведется на протяжении года. Это и практика, ориентированные занятия и обязательно теория. У них есть возможность на таких занятиях не только получить знания, но и побыть участниками различных ситуаций при изучении правил дорожного движения. Родители должны помнить, большинство несчастных случаев можно избежать, если обучать ребенка правильному и безопасному поведению на дороге. Основная причина ДТП – дети переносят на улицу привычки, навыки наблюдения, которые они приобрели в быту. Кристина Рианц, Максим Галеонко. Итоги недели.